Привет и намаса, друзья. Всем привет. Вы снова на канале Вкусная Индия. И с вами Ирина. И Аминь. Сейчас мы находимся в старой части Москвы, а точнее около улицы Арбат. И за нашей спиной памятник одному из моих любимых писателей Николаю Васильевичу Гоголю. О, как же я люблю ночь перед Рождеством или вечера на хуторе близ Диканьки. О, посмотрите, какая статуя. Здесь, кстати, есть даже дом. Почему здесь находится статуя? Потому что здесь есть дом, где Гоголь жил несколько лет подряд. Конечно, я не знаю, сейчас там музей или нет, но мы можем хотя бы посмотреть этот дом снаружи. Замечательно. Здесь на каждом шагу жили известные люди, которые внесли неотъемлемый вклад в развитие русской культуры и русской литературы. Сегодня был очень интересный день, потому что мы встретились с нашими подписчиками. Да, мы провели очень приятное утро. Она нам очень много рассказала о некоторых частях Москвы. Мы обязательно приедем сюда летом, потому что здесь нужно, конечно, гулять и смотреть все не за 2-3 дня, а хотя бы приехать на 2 недельки. Ну, а сейчас мы приглашаем вас прогуляться вместе с нами на одну из самых знаменитых улиц Москвы. Это Старый Арбат. Пойдемте вместе. Пойдем. Если вы свернете с главной улицы и зайдете в маленькие дворики, то здесь вы можете увидеть здания, которые сохранились с давних времен. Я не знаю, сколько им лет. Может быть, 100, может быть, 200. А вот как раз-таки памятник Николаю Васильевичу Гоголю. И здесь современные здания уживаются с более старыми, со старинами, которые несут в себе богатую историю этого города. А вот как раз-таки и дом Гоголя. Здесь выставочный зал. Музей, посвященный Гоголю. Здесь такие старинные балкончики. Интересно, как раньше он жил там? Я считаю, что любой город нужно изучать не из окна машины или когда вы просто сидите в гостинице и выходите только на ужин, на обед и на завтрак, и все. Нужно же, конечно, много гулять, пешком ходить, по различным маленьким улочкам, смотреть все своими глазами, потому что город нужно прочувствовать, наверное, его энергию, его атмосферу. Но мне кажется, что знакомство с Москвой у нас удается. Хотя очень коротенькое знакомство. А вот и улица Арбат. Она настолько узнаваема, потому что ее показывали, наверное, во всех советских фильмах. Какая же она все-таки красивая. А вечером, когда включат фонари, она будет вообще волшебно выглядеть. Посмотрите, какие здания. То есть, мне кажется, это место просто пропитано историей. Девушка поет. Живая музыка вам. Конечно, здесь везде сделали различные магазины, кафешки. То есть, даже если вы придете прогуляться, то можете заглянуть в кафе, в рестораны, перекусить, отдохнуть, погреться. Здесь очень много всего. Купить различные сувениры. Здесь также представлен магазин, который называется Аленка. И здесь продают шоколад московских фабрик, опять-таки, узнаваемых в России. Это, наверное, главные фабрики шоколадной страны. Красный Октябрь, Бабаевский и Ротфронт. Да, выглядит там все как сказочная какая-то шоколадная фабрика. Да, здесь очень большой выбор конфет. Различных абсолютно. Я думаю, что здесь мы тоже с Амиром купим для себя конфеты. Возьмем в Индию, поделимся со своими друзьями, родственниками. О, как же я люблю шоколадные конфеты. А здесь уже продают и подарки на Новый год. О, сколько много различных коробок. Я уже давно не ребенок, но в душе, я думаю, что все мы дети. И приятно получить одну из таких коробочек со сладостями на Новый год, либо же на Рождество. Какие они все красивые. Красный Октябрь, замечательные коробки такие. И цены, кстати, мне кажется, даже дешевле, чем в супермаркетах. Матрешки в форме Аленки. 700 рублей вот за такую вот матрешку с шоколадом внутри. Я думаю, что если вы везете сувениры, то это будет даже очень вкусный и приятный сувенир. За 500 рублей матрешки можно купить. Балалайки вот такие вот. Да, матрешку 500 рублей. Очень даже неплохо. А самовары, мне кажется, подороже. Сейчас посмотрим, и может быть, купить конфеты, подарки. Друзья, мне кажется, эта улица похожа на Казан, Баумен-стрит. Оно, это в Казани тоже называется местный Арбат. И это улица Арбат. Прямо вот скопировано очень многое. И по архитектуре, и вообще по атмосфере. Так что и та, и другая улица очень красивые, интересные. И нужно обязательно эти два города посетить. Ну и, конечно же, если вы приедете в Москву, эту улицу никак просто не пропустить. Вы обязаны приехать сюда и прогуляться. Ну, гляди, что-нибудь себе купите еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я думаю, что эта улица хороша в любое время года. И летом, когда светит яркое солнце, и все зелено вокруг. И зимой, когда будет все заснежено. Ну и осенью. А сейчас, в принципе, атмосфера такая более грустная. Кажется, что нужно зайти в какое-нибудь уютное кафе, посидеть, выпить кофе или чай. О, что я вижу! Так кто из вас пользовался парфюмерией фирмы фабрики Новая Заря? Здесь до сих пор продают духи этой фабрики. Я никогда не могла себе представить, что она до сих пор функционирует. А нет, вот до сих пор делают духи, производят. Я думаю, что можно зайти, посмотреть. Конечно же, здесь все украшено к Новому году уже. И обязательно в красных красках, в красных цветах. О, как сильно пахнет духами! Вы попадаете просто в какой-то рай парфюмерии. Русский одеколон, тройной одеколон! Я помню, у дедушки был такой тройной одеколон. Здесь уже женские духи, парфюмерия. Посмотрите, цены вполне себе приемлемые. Конечно, очень сильно пахнет. Мне кажется, что это не легкие ароматы, а такие насыщенные. Но, кстати, можно понюхать и потом уже выбрать что-то. И в подарки, кстати, для иностранцев это тоже очень хороший выбор. Все сделано в России. Невозможно было выйти из магазина Новая Заря с пустыми руками. И мы купили подарки. Так как мы едем в Индию, я думаю, что это будет замечательными сувенирами, замечательными подарками из Москвы, из России. Так что везем теперь с собой частичку России, частичку Москвы. Мы с Амиром ходим везде по возможности пешком по Москве. И почти дошли до Храма Христа Спасителя. Как он красиво выглядит со своими золотыми куполами. И, конечно, история этого храма поражает, потому что он был полностью разрушен. И это уже не оригинал, а восстановленный, полностью перестроенный храм, который разрушили в свое время. Так что очень красиво. Но сейчас мы туда уже не успеваем, потому что у нас начало четвертого на часах. Друзья, для меня в России это очень удивительно, потому что когда я прихожу на дорогу, и вся машина остановится. Так, если есть светофор, нет светофора, пешеходный переход, есть все. Все останавливаются, не наезжая на него. Конечно, в Индии ситуация с этим немножко страдает, а в России все абсолютно автомобилисты останавливаются и дают пешеходу пройти. Тебе это нравится? Да, конечно, нравится. Ну а как тебе в общем Москва в такое холодное время года? Погода холодная, но Москва очень красивая. Конечно. Ты полюбил этот город тоже? Да, потому что сейчас это другой вид, когда зима, и летом будет вообще красивее. Ну обязательно приезжай летом, посмотришь Москву, зелень и во всей своей красе летом. На часах у нас уже начало пятого, но мы до сих пор еще не обедали. Сейчас отправимся с Амиром поесть немножко, потому что уже проголодались. И сегодня мы не пробуем русскую еду. А какую еду пробуем? Индийскую еду. Да, будем пробовать индийскую еду в России. Познатся, не их насколько вкусно здесь готовят индийские плюда. Не знаю. Пойдем. Сейчас мы пришли на улицу Балчук. Здесь очень красивые здания, и отсюда, конечно же, сразу открывается вид на Москву-реку и на Кремль, на собор Василия Блаженного, на куранты. Так что красота, наверное. И если я не ошибаюсь, здесь где-то есть гостиница. А может быть, это она и есть? О, вау, там все уже украшено в новогоднем стиле. Но нам не сюда. Да, это 100% та самая гостиница, про которую я знаю. Гостиница Балчук, отель Балчук. Я думаю, что Москва – это тот город, куда нужно приезжать с деньгами, чтобы погулять везде, чтобы зайти во все кафешки, рестораны, в различные музеи. Ну и, конечно же, нужно выделить время этому замечательному городу. Это кафе называется Гастромаркет Балчук. О, это большое место. Здесь что, не один ресторан? Это, наверное, много... А, фудкорт. Это типа фудкорта, наверное. О, это такое заведение, как в Таиланде, где представлены кухни народов мира со своими киосками. То есть, это и не фудкорт, типа кафе, где можно попробовать все из разных стран. Выглядит очень интересно, так что все за один раз можно попробовать. Абсолютно любую кухню. О, это Болливуд. Это кафе, которое называется Болливуд. О, пахнет уже жареным чесночком. Это кафе? Это кафе. Ага, здесь кафешка. Индийская кухня, кафе Болливуд. И Химален, гималайская. На Непале тибетская кухня. В общем, и тут, и там можно выбрать различные блюда индийской кухни. Пахнет уже чечевицей, мне кажется, и жареным чесночком. Посмотрите, цены достаточно приемлемые. О, раджма, зиралу. Все, это вот обычная индийская кухня, обычные индийские блюда. То есть, можно прийти и попробовать для себя, может быть, откроете какие-то новые вкусы необычные. Мы тоже что-нибудь закажем. Люди, наш заказ пришел, и мы заказали мамосы. Ну, это типа наших фельменей, либо типа наших мантов. С чатни это вегетарианские мамосы, там начинка из овощей. Да, Ирина очень нравится мамос. И здесь у нас есть курица 65. Курица 65. Ну да, это курица, обжаренная в панировке. Да. И здесь у нас есть индийские талии. Тут есть фасоль, рис. Фасоль, это раджма называется. Да, раджма называется. И рис, и лепешка, роти. У нас есть картошка, подливка с горохом. И курица. Да, но это курица карри. Курица карри, да? Курица карри, да. И это называется папа, хрустящий. Да, хрустящий лепешки. Давай, ты попробуй, потому что я индий. Да, я попробую и скажу, так же вкусно, как в Индии или нет. Да. Друзья, сначала я попробую свои любимые мамосы, потому что уже два месяца мы в России, и я мамосы дома не готовила. Так что начну с мамосов. Они нам дали два чатни, мне кажется, это острые чатни. Надо попробовать сначала с ним. Честно говоря, мамосы не такие, которые мы в Индии едим. Вкус немножко отличается. И здесь ореховая чатни. Арахисовая чатни очень вкусные. Если хотите попробовать другую разновидность манток либо пельмешек, то можете вот такие мамосы попробовать. Давай попробуем курицу 65. Давай попробуем маленький кусочек. Эта курица получается в панировке и в острой подливке. Ну, не в подливке, а в остром соусе. Эта курица на самом деле вкусная, но она здесь называется курица 65, но очень похожа на чили-чикен либо же курицу чили, которую мы обычно заказываем в индийских кафешках и ресторанах. Мне нравится, вкусно. Так, ну и нужно попробовать обязательно фасоль. Друзья, если вы придете в это кафе, вы можете спокойно брать эти талии, потому что здесь фасоль абсолютно не острая, и это не та фасоль, которую любит готовить Амир дома, правда? Да. Фасоль немножко отличается и, честно говоря, по вкусу мне очень прям напоминает дальмакани. То есть это фасоль с чечевицей приготовленной, со сливками, ну прям один в один вкус. Все блюда мне очень понравились. Конечно, некоторые, как я вам сказала, чуть-чуть чем-то отличаются, может быть, исполнением, но по вкусу они все аутентичные, индийские. Единственное, что с добавлением меньшего количества чили и все. Так что обязательно приходите сюда и пробуйте. А всем вам приятного аппетита! У нас сейчас был очень вкусный индийский обед, сразу же и ужин, но как же не попить чайку после вкусной еды? Но мы решили сейчас обойтись не индийским чаем, а турецким. Нам принесли такой большой чайник, будем его пить прям до ночи. Смотрите, какие милые чашечки турецкие, чайные чашки, чайные стаканчики. И мы также взяли баклаву и, конечно же, лукум. Как же не попробовать турецкие сладости, я их просто обожаю. Это лукум с малиной, с фисташками и сливочный, по-моему, какой-то вкус. Надо попробовать. Друзья, лучше всяких конфет из магазина. Ну что, давайте попробуем баклаву и скажу, настолько ли она вкусная, как я вам ее рекламирую или нет. Потому что я ее очень люблю. Пахнет, как обычная баклава. Это баклава на высоте. Она в меру сладкая. Она не вот что там прям один сироп и не такая хрустящая, что ты ешь и у тебя все на зубах хрустит. То есть, это вкусно, сочно и ароматно. Турецкие сладости после индийского обеда, после индийского карри, в самый дом. Всем приятного аппетита и приятного чаепития. Ребята, сейчас мы в московском метро. На станции ВДНХ. Да, здесь очень-очень красивая метро-станция. Я видел немного метро-станции и в ВСЕ метро-станции есть другой дизайн. Ну, конечно, архитектура многих станций метро еще сохраняется со времен Советского Союза и даже ранее того. Поэтому они сделаны монументально на века, можно сказать. И, конечно, каждая из этих станций может являться отдельным произведением искусства. И для того, чтобы посмотреть эти станции метро, вам потребуется несколько дней, чтобы прямо приехать, посмотреть, как что сделано. В общем, ВДНХ не самая красивая станция метро, но тоже здесь интересные такие дизайны, красивые люстры, лепнина на стенах. В общем, да, метро, московское метро не сравнится с метро Делли. Да, друзья, метро московский очень красивое, очень удобное. Везде есть метростанция. И здесь эскалатор очень длинный, посмотри. сейчас на часах уже 9 вечера, но ВДНХ весь в огнях. Здесь находится музей космонавтики. Я не знаю, может быть, нам туда удастся завтра попасть, потому что туда пускают только по QR-кодам или даже по ПЦР-тесту. А вот эта вот площадь ВДНХ вообще уже вся украшенная, видно, там все сияет в огнях новогодних. Но сейчас мы подойдем поближе, посмотрим, что же там есть. Я читала в интернете, что здесь открыли самый большой каток в Москве, ну и, наверное, в России. Друзья, какая здесь красота! Это главный вход на ВДНХ. Здесь уже украсили все к Новому году, даже написали 2022 год встречает вас. Там уже вижу красивая елка горит. И снова мы попадаем в волшебную сказку. Вау! В шариках, фонариках, все. Конечно, мы пришли в вечернее время суток, но и даже днем сегодня у нас было все время, так сказать, пасмурно. Но здесь просто-напросто вы попадаете в такую волшебную сказку. Как же все красиво! Друзья, как мне, здесь очень нравится, тут так очень красиво. Смотрите, везде гриллянт и свет. Добро пожаловать в зимнюю сказку. Да, очень красиво они делают в Москве. КОНЕЦ Ого! Какой большой каток! Мне кажется, его просто так не обойти. Он, мы смотрели опять-таки в интернете, насчитывает несколько километров квадратных по площади. Очень большой! Я, конечно, не знаю, как здесь кататься на коньках. Люди так быстро ездят, приезжают. Мы, наверное, даже встать на коньки не сможем. Друзья, каток очень большой и я очень хочу кататься на коньках, но не могу, потому что очень длинный. Для меня очень страшно. Да, но нужно, конечно, сначала потренироваться, научиться где-то хотя бы как стоять на коньках, а потом выходить на такой большой каток, потому что там люди просто на скорости вот такие вот круги нарезают. Я думаю, что мы должны походить где-нибудь в Индии может быть на закрытые катки и там уже потом приедем и в Россию будем кататься на больших катках. Да? Да. О, друзья, там настоящая ракета. Если нам удастся, как я уже сказала, пойдем в музей космонавтики. А тебе хочется туда пойти? Космонавтики музе? Да. Да, А что, если они не спрашивают QR-код? Ну, посмотрим, может быть, завтра нам удастся. Может быть. Здесь большая горка, чтобы скатиться на плюшках, но по какой-то причине мы не можем вообще туда попасть. Я не знаю, может быть, она пока что еще не открылась, не функционирует. Ну, конечно, жаль, потому что вы думали, раз не покатались на коньках, хотя бы на плюшке скатимся. Ну, ладно, ничего страшного. Надо обязательно будет приезжать зимой, именно в декабре или в январе, чтобы попробовать все вот эти вот аттракционные снежные забавы. Вот такая вот большая горочка здесь, и даже плюшки я увидела сверху, но, видимо, они рано закрываются, поэтому сейчас никак нам не скатиться. Эх, как жаль. Ну, ладно, ничего страшного. Зато прогулялись вечером, насладились прекрасной погодой, у нас остановился, прекратился снег, и просто прогуляться на свежем воздухе это волшебство. На часах уже начало 12-го здесь закрылся каток, и народа до сих пор много, потому что все гуляют, фотографируются, и у всех отличное настроение. Да, друзья, мне очень нравится эта воденка. Они сделали очень красивое везде для только людей, и здесь кататься очень красиво, и смотрите, как красиво они делают. Конечно, но не только кататься, а просто даже погулять, встретиться с друзьями, пообщаться, и провести хороший вечер. Ну, можно даже днем прийти, правда, днем не будут вот эти все огоньки работать, так что лучшее время, наверное, после 4-х часов. Мне тоже очень понравился ВДНХ. Да, и сегодня, друзья, у нас все, потому что сегодня мы долго гуляли, Адели Арбат. Ну, да, день, в общем, удался. Да, и сейчас мы будем отдыхать, друзья. А, и если вам понравилось наше сегодняшнее видео, не забывайте ставьте лайки, а также обязательно подписывайтесь на наш канал. А мы с вами увидимся уже в новых выпусках с любовью из Москвы. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.